Последние солдаты Урфина Джуса Пока Дзин Геор и Чарли Блек готовили мигунов к походу на самозванного короля Урфина I, в изумрудной стране тоже назревало восстание против него. Здесь, где в городе и окрестностях беспрестанно патрулировали деревянные солдаты и полицейские, невозможно было открыто организовать освободительную армию. Дело велось втайне. Собирались по ночам где-нибудь в поле или роще. Узнав о том, что в стране появилась Элли, Урфин Джус всю свою энергию употребил на выпуск новых деревянных солдат, более рослых и сильных, более свирепых, чем прежние. Еще несколько солдат из первых выпусков под руководством ефрейторов сделали столерами, и работа в мастерской кипела круглые сутки. Урфин Джус теперь не гнался за внешней отделкой своих воинов. Он следил лишь за гибкостью сочленений, за тем, чтобы ноги и руки хорошо вращались на шарнирах, и пальцы цепко держали оружие, а туловище представляло грубо отесанный чурбан, который даже не окрашивали за недостатком времени. За собой Урфин оставлял отделку лица, потому что его столеры при всем своем желании не могли придать им такого свирепого выражения, какое требовал король. А так как ежедневно выпускалось три-четыре солдата, не считая капралов, требовавших более тонкой работы, то Урфин Джус изнемогал. Ему удавалось спать ежедневно всего два-три часа, часто он засыпал у верстака, и резец падал из его рук. Урфин почернел и высох, щеки ввалились и стали похожи на темные провалы, глаза еще глубже ушли в орбиты под черными сросшимися бровями. Вид диктатора был и страшен, и жалок, и советники боязливо сторонились его, когда он ненадолго показывался и торопливо проходил по дворцовым залам. Число деревянных солдат подходило к двумстам, когда случилась неожиданная и страшная вещь. Перед Урфином Джусом на полу его секретная мастерской лежал ровным строем новый деревянный взвод с капралом красного дерева на правом фланге. Привычным жестом Урфин засунул руку во флягу с живительным порошком, и внутри его все похолодело. На дне пустой фляги он нащупал лишь тонкий слой порошка. Вне себя от страха Урфин Джус опрокинул флягу над верстаком. Из фляги высыпалась порция, достаточная для оживления одного солдата, а фляга была последняя. Как безумный Джус колотил по дну фляги, стараясь выбить оттуда то, чего там не было. Он бросился к другим флягам, вытрясал их, но оттуда падали жалкие крупинки. Все кончено. Урфин Джус истратил волшебное вещество, дававшее ему власть над вещами и людьми, и отныне в его распоряжении лишь та сила, которую он успел создать. Увлеченный изготовлением все новых и новых взводов деревянных солдат, он черпал порошок горсть за горстью, и фляги безотказно снабжали его волшебным снадобьем. Урфину Джусу стало представляться, что его запасы неисчерпаемы. И вот пришла расплата за это заблуждение. Но прошлого не воротишь. Урфин решил попробовать остатками порошка оживить десять солдат и капрала, последнее пополнение своей деревянной армии. Он аккуратно разделил снадобье на одиннадцать частей и посыпал им лежавшие фигуры. Как и обычно, порошок с легким шипением задымился и всосался в дерево. Урфин ждал. Но прошло десять минут. Пятнадцать. Дуболомы слабо зашевелились, слегка заворочались стеклянными глазами. Еще через десять минут капрал, которому по обычаю досталось немного больше порошка, попытался встать и не смог. Урфин помог ему. Капрал с трудом поднялся и стоял, качаясь на ногах. Маленькие порции порошка оказались недостаточными, чтобы вдохнуть жизнь в рослые деревянные фигуры. Через пятнадцать минут кое-как поднялись и солдаты. Урфин выстроил их. Они стали неровным, качающимся строем, хватаясь один за другого. К двери мастерской солдаты шли полтора часа. Чтобы перейти просторный двор, им, вероятно, пришлось бы потратить сутки. Урфин Джус не стал этого проверять. Вызвав ефрейтора, король распорядился, указывая на еле шевелившихся дуболомов. Печку! Таков был конец последнего взвода деревянной армии Урфина Джуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова